Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Невероятная Екатерина Алехина, шеф-повар ресторана Биологи, единственная неповторимая обладательница красной звезды и зеленой звезды Мишлен. Хочется здесь поаплодировать. Давайте поаплодировать. Что ты готовишь сегодня? У нас есть гость, я представлю его чуть-чуть позже, но я знаю, что по нашей традиции гость заказал блюдо. Гость заказал запеканку, не сладкую, из протертого творога, похожую на чизкейк. Это надо было меня предупредить, что все-таки будет заслуженный повар на кухне, звездоносный. Я бы тогда не запеканку заказывал, я бы что-нибудь интересно заказывал. Понимаете, мне просто говорят, что ты любишь, мы приготовим. Вот, это, значит, я промахнулся, да. У нас гость знаменитый Антон Пинский. Когда-то я услышал в одной из бесед со товарища, что тебя назвали Антон, это наш вчерашний Новиков. Не знаю, что они имели в виду, но я лично это прочел как некий комплимент, имея в виду, что Новиков в 90-е годы, в мое время, открывал невероятное количество ресторанов, но был еще невероятным экспериментатором и дружил со многими интересными людьми, которые к ним выходили и были гостями. Вот, мне кажется, что в этой связи это неплохое сравнение. Что касается сравнения со вчерашним Новиком и с тезисом о том, что в мое время, а сейчас не твое время? Не знаю, не знаю, в мое время. Просто во время, когда был помоложен, да, имелось в связи. Черт, ты меня поставил в тупик. Собственно говоря, много лет назад тебя не было, а сейчас ты везде. Было, не было, это тоже тезис достаточно спорный. Я просто бизнесом занимаюсь, наверное, года с 2008 активно, и сначала это был клубный бизнес. Так как клубы – это не совсем то ремесло, которым принято кичиться. Так как отношение в России к клубам, оно так себе, ну, это не совсем благородная профессия, я, соответственно, никакого внимания, там, пиару и чему-то не уделял. Когда один раз в Фейс Контрольчик в клубе спросил, говорят, а почему, пожалуйста, вообще никто ничего не знает, там, вот, кроме ваших сотрудников? На момент, когда у меня было, там, порядка уже, там, 10 клубов в Москве. «Джипси», «Пошфрэнс», «Лукин Румс», «Извести Хопт», «Стадиум», «Микс», «Вау», бар диско 90-х, и вот 10-й давайте вспомним. 10 клубов – это очень серьезная история. Кстати, на тот момент у меня еще была сеть «То да сё», 16 ресторанов. А потом уже, когда стал заниматься ресторанами, уже, что называется, вышел из тени к вопросу про Новикова, про Аркадия. Аркадий, особенно в нулевые, был суперзвездой, но он и сейчас остается. У него же очень сильный, наверное, самый сильный личностный бренд на рынке. Конечно, мне в какой-то момент хотелось, как он. Пора свою какую-то вот эту значимость капитализировать. Когда открыли колбасно-сех в Шереметьево, он работал ну так себе. Я поставил картон на Новикова, Аркадий был против. Он говорит, нет, и ты вставай рядом со мной, картонный. Он говорит, чтобы не только надо мной смеялись, но чтобы над тобой смеялись. Когда поставили картон на Новикова, выручка выросла в три раза. Итоговая идея, наверное, заключалась в том, что надо, наверное, работать над собственным брендом, да, так, чтобы когда-то и картонный Пинский мог привлекать, а не только там настоящий Пинский. Сколько вам нужно открыть ресторанов, чтобы ваше картонное изображение стоялось в общественных местах? Да, уже можно, на самом деле. Уже можно? Я просто как-то, у меня руки до этого не доходят. Понятно. Да, ну вот можно сейчас с вами закончим, сфотографируюсь, и в Шереметьево, может, он был против. Первый казус произошел в первый же день, когда его заносили, а там надо было через ленту эту, его тоже пронести в Шереметьево. И ему какие-то друзья стали выкладывать там видео, типа Аркадий поехал, повезли Аркадия, там, положили Аркадия. Вот из меня посмешище сделал, убери, все, давай, не надо. Я говорю, Аркадий, выручка уже выросла. Я говорю, давай, не надо. Потом на следующий день он говорит, ой, ты знаешь, а мне вот там Тимоти, Рудова, Билан, кто-то ему там стали фотографии с ним картоном присылать. И он уже кайфанул от этого. И он говорит, а давай еще троих поставим. Я говорю, а за каждого по 70 тысяч. Ну там, в Шереметьево надо аренду платить за место, где стоит Аркадий. Он говорит, тогда не надо, пусть один стоит. Потом мне говорит, слушай, а я вот знаешь, хожу, хожу. А что мы меня не меняем, говорит, надо менять, посезонно, говорит. Вот зимой с лыжами поставить, там, говорит, летом в шортах. Я говорю, слушай, это можем? Я говорю, тебе надо приезжать фотографироваться заново. Я говорю, он говорит, а так прорисовать нельзя? Да, понятно. Извини, может, за такой вопрос. Ты же был не только и по идеологии, ты был и финансовый партнер, ты был полноценный партнер. Я был всем, и кто и танцует, и поет, и на пианино играет, все сразу. Вы были там творческим человеком, в общем-то, диджеем. Ну, управление клубом – это тоже творчество, во многом, не только финансы. Как вы перешли в разряд предпринимателей? Я из Подмосковья, родом из города Щелка, в Московской области, и поступил в МГИМО, в котором надо было как-то учиться, оплачивать учебу и так далее, и добираться до него. Это был 2000 год, чтобы можно было совмещать с учебой студентов, куда пойти работать. Я стал проводить студенческие вечеринки в разных клубах. Диджей не был такой девальвированной профессией, а это была элитная профессия. Диджей – это был там король вечеринки. Я как раз делал вечеринки по четвергам для мажоров из МГИМО. Я подумал, что это мне ближе, чем быть официантом. И это и был, собственно говоря, первый капитал. А потом так случилось, что Горобий, когда открыл зиму, он отдал управление Денису и Сергею Соловичу своим там младшим партнерам. Они занимались шамбалы, и я с ними был в команде. И когда они открывали сказку, а он открывал лето, они меня туда пригласили, а он был главным инвестором, партнером и так далее. И тогда случилось так, что они его построили, но не согласовали перепланировку с собственником. И собственник расстроил договор. Ну, сказал, что расстроит его завтра. И клуб уже готовый, построенный, готов к открытию. И все сидят, значит, с такими, с траурными лицами. Я говорю, а если я решу? А они говорят, ну, если решишь, Горобий говорит, я тебе 10% дам. Ну, я учился в МГИМО, я нашел, как решить. И на следующий день я уже в возрасте 21 года стал акционером клуба. Он был уже допущен, там, к другому уровню информации. А когда сказка закрылась, искал какие-то варианты, как вот открыть уже свой клуб полноценно и прочее. То есть правильно про тебя, опять же, говорят о том, что ты человек, который, ну, решал, это не очень красивое слово, но человек, который умеет решать. Есть культурный, я кризис-менеджер есть. А, нет, нет, нет. У человека должна быть хорошая записанная книжка, она сейчас в телефоне, и вот ты умеешь ей пользоваться, у тебя есть очень много знакомых, ты можешь договариваться с людьми. И вот это вот основное, основное, чем ты прославился в этом бизнесе, или нет? Сейчас, понятно, у меня, наверное, вариантов чуть больше, а на заре предприятийской деятельности эта книжка была очень усеченная. И вопрос был, как максимум выжить из этого усеченного списка тех, кто может помочь. Что же удалось сказать собственнику сказки, чтобы он дал Горобию дальше работать? И тебе тоже. Ну, со мной, мы учились дети известных родителей, да, и вот один из родителей помог тогда с очень известной фамилией, да. Он его попросил, чтобы тот не мешал делать, как он тогда сказал, студенческую дискотеку. Почему ты перешел в гастомомический мир? Гастомомический бизнес, он очень тяжелый. Здесь было взаимовыгодное сотрудничество. И я исключительно с научной точки зрения хотел посмотреть, что это такое работа с Аркадием. Аркадий зарабатывал, умножил свою империю. Я таким образом получил шанс выйти из тени. Мы сделали достаточно много совместных ресторанов. Я думаю, на сегодняшний день это порядка, наверное, 30 совместных ресторанов, может быть, даже больше, не считая франшизных. Мы много франшиз продали. Это у нас и кейтеринговая совместная компания, компания по корпоративному питанию, Глобус Гурме мы вместе. А как произошло вот это вот первое… Здравствуйте, я вот Антон, я вот Аркадий. Вот у меня есть к вам предложение, так же не происходит. Не, не так. Как-то же кто-то… Это не так даже будет. Я вложил их с рублей, дальше стал смотреть, потом мы с ним познакомились. У меня еще тогда было все-таки заточено все на дискотеку, и мы валенки по ночам сделали там танцы. Аркадий был, в принципе, против этой всей истории изначально, потому что он не понимал, как можно в ресторанах делать танцы. А потом у нас и Магадан с танцами, и валенок с танцами. Я ему, в принципе, быстро это объяснил. А когда ты с ним общаешься, там, этой стены или какой-то там преграды никогда не было между нами с первого дня. Ну, а дальше я уже когда понял, что первая часть выхода в свет через партнерство с Аркадием аналогически подошла к концу, мне пришлось принять в какой-то момент решение, что пора попробовать свой какой-то ресторан сделать. Сначала сделали Абу, потом Патрики, потом Фолк, Луна, ну и пошло, поехало, да. Я сделал какой-то бесконечное количество интервью с Новиком, знаешь, наверное, около 20, с 96-го года, с Вареном Гранд-Опера и Царской Охотой. Я очень критиковал его за дизайн. Даже если человек сейчас в наше время чуть-чуть делает что-то новое, он достоин самых больших восхвалений. Придумать в 21 веке вообще что-то новое, особенно в дизайне гастрономии, та же самая Луна, которая как бы вроде бы светский ресторан, но наполнена каким-то совершенно новым смыслом. С одной стороны, я хотел раскланяться. По идее, каждый ваш гастрономический проект интересен и не повторяется, это совершенно точно. И это видно, что шеф работает не просто серьезно, а изысканнейший. Я работаю с разными поварами. У меня есть там партнерские с Стоминым, с Лосевым, которые, на мой взгляд, лучше повара Маскова, и с Володей Чистяковым, сейчас там с Ковальковым Трояном мы делаем. Вроде бы по местам тоже каждое место. Ну как можно сравнить там особняк с каким-то этажом, сделанным в современном стиле, да? Да, но весь, скажем так, обслуживающий персонал, все, что мы называем гостеприимством, да, сферу гостеприимства, как встречают тебя, как-то провожают. Не, можно пафосно ответить. Давай. Душевной теплотой похож. Это все как бы очень как будто копируется, как будто люди переходят, где я об этом говорю. Это называется стандартный сервис, да? Это стандартный сервис, конечно, чтобы люди понимали, они же, если приходят ко мне, я хочу, чтобы они везде себя чувствовали одинаково с точки зрения именно вот этого гостеприимства, атмосферы и сервиса, это 100%. Разрешите, вклинюсь, я как потребитель ваших ресторанов и как консьерж, вот, могу отметить, что у вас очень классные детали. Вот у вас во всех ресторанах как раз хорошо отработаны детали подачи, посуды, и у вас очень красивый персонал. То есть сейчас... Это не подготовлено, это совершенно экспромт. Сильно, сильно тоже я вижу, вы выделяетесь. У вас очень хорошо начали работать как раз хостес, и много мальчиков, которые начали встречать вместо девочек, что тоже классно. И они выглядят как такие московские персонажи. Нет, конечно, хостес в Москве утомил. Когда заходишь в какой-то ресторан, не буду называть рестораты, где очень много национальных разных меньшинств и большинств, и здесь приходят, выходят девушки, там говорят, один стол занят, они говорят, вы заказывали, и у нее длинное платье белое. Нет, вот ребята, шеф-повара, которые мои партнеры из Томин с Лосевым, они ездили там за границу, где-то там сами выбирали на каких-то рынках, искали и прочее, и прочее. Вот это тоже важно, не бояться брать себе сильных, идейных в том числе партнеров, которые могут много времени уделять этому. Чтобы вот эту разную атмосферу придать, как раз вот нужны сильные партнеры. А вы не боялись, что ваши сильные партнеры, тот же самый Лосев, может уходить и сделать собственный проект? Не боюсь. Вот в этом тоже моя проблема. По-моему, тоже он так и происходит, да? Смотрите, от хорошей жены не уходит. Но если у тебя комфортное партнерство, и тебе, и твоим партнерам, ну, наверное, нет смысла ломать эту схему ни одним, ни другим, они будут в этой среде развиваться. Как только ты начнешь людей загибать, какие-то там эксклюзивы от них требовать и так далее, то ты сразу уже вот этот баланс партнерства нарушаешь. Ну вот взять тех же Виталик с Артемом. Вот мы сделали Аву, которая выстрелила супер, им там сыпались разные предложения, мы с ними делали Патрики. Но они могли сделать с кем-то еще другим. Но они же этого не сделали. И зато сейчас мы сделали суперуспешную луну. Слушай, ну у вас там, это действительно как-то практически одни женщины. Ну, то есть 90-х, вот сколько я там не был. В рестораны, ну, в целом, наверное, женщин ходят побольше, потому что мужики все-таки должны, наверное, работать там где-то иногда, да. Нет, ну я вообще завесил, что есть целый ряд рестораторов, где аудитория женская чаще бывает, чем мужская. Нет, ну в целом, мне кажется, аудитория ресторанов, она... Фюрисбургский ресторан. Нет, нет, нет. Вазбитистый хаус какие-нибудь. Нет, нет, есть, есть, есть. Но если про те рестораны, про которые мы говорим, все-таки женская аудитория превалирует, потому что все-таки в дневное время мужчины должны работать. Хотя сейчас ресторан, он же больше стал такой площадкой не только для поесть, а и социальной, где там переговоры, люди ведут встречи и так далее. Но женщин все равно больше. На Бронный однозначно, вот на Патриках женщин больше, да. Хотя есть рестораны, где собираются мужчины, и их больше. Это в основном какие-то стейк-хаусы. Нет, ну на набережную Тарас Шевченко, если пойдете, я думаю, там в основном одни мужчины. В Магадаме? В Гранд Кофемания тоже. Меня когда-то спрашивали за стойкой, когда я работала, типа, куда пойти, чтобы познакомиться с мужчинами? Я всегда говорила, идите в Кофеманию. Это группа поиска называется. Да, но в свое время и Аркадий Новиков, не знаю, держал ли он это в уме, но в свое время ресторан был важным местным знакомства, когда еще ночные клубы не были такими. То есть ты вышел новое платье показать и себя, и познакомиться. До сих пор есть рестораны, которые, в общем-то, опять с поздними вашими программами, они перерастают из едальни в знакомство. Ресторан можно на два типа разделить. Есть те, где действительно вкусно, качественно готовят, где меньше понтов каких-то, да. И туда едут мигалки и все остальные. А на них уже идет там группа поиска. А есть другие рестораны, где в основном понты. Туда идут группа поиска, а на них уже подъезжают мигалки. Ну, сейчас уже мигалок нет, это так раньше называли. Вот помните, был такой ресторан, Кирилл Гусев? Конечно, я помню. Вот если у Аркадия Новика тогда рестораны на стыке нулевых и десятых, у него были как раз группа поиска, куда мигалки, а у Кирилла Гусева, наоборот, у него съезжались с мигалками люди, а туда потом приходили поисковички. А за счет того, что он общался с людьми? За счет того, что разный имидж, разное позиционирование ресторана. Все-таки есть рестораны про еду, а есть про тусовку. Ну, про тусовку вы тоже не забываете? Я не прошу, не забываю, да. Вот клуб недавно открыли новый опять. Никто не слышал клуб Флейвов? Еще его Флава называют, не слышал? Да, что за клуб Флава. С Тимуром Юнусовым открыли. У нас идея с Тимуром была какая? Попробовать воссоздать атмосферу вот этих ушедших безвозвратно нулевых, когда люди в клуб ходили как на праздник. Потому что вот сегодня там во все там джипси и так далее люди ходят просто как на дискотеку. 5 тысяч рублей средний чек за столом, 2 тысячи у бара. Он работал сейчас в формате летней площадки, но туда было невозможно попасть вообще никак, ни за какие деньги. И количество тех людей, которые были за столами, ну, последний раз, чтобы они такие собирались вместе, это вот у нас с Данилом только на Соломона, на диджей, кому в стадион привозим, вот их можно увидеть. А так их можно увидеть на Ибице, на Миконосе и прочее, но в Москве где-то они на дискотеку не ходили. В один из вечеров все столы были заняты участниками списка Форбс. Представить такое в 2022 году вообще невозможно, но тем не менее вот нам это удалось. Да, это интересно. Надо вас пригласить. Да, мне было бы любопытно. Тем более вы это эксперт, человек с опытом. Да, я все клубы видел с первого до последнего. Что есть самое важное в ближайшее время, что вы хотите сделать в этой стране? Что я хочу сделать в этой стране? Ну, я так вот, знаете, такими высокопарными категориями не мыслил. Наверное, я всегда движусь от сегодня к завтра, от задачи к задаче. Я работаю здесь, создаю здесь рабочие места, плачу налоги. Ты же долго путешествовал, много видел, не только в гастромире. Вот что бы стоило с точки зрения Антона Пинского, что нужно здесь открыть? В мире гостеприимства, гастрономии, может, еще в какой-то сфере. Чтобы сдвинуло наш город, нашу страну еще вперед. Вот мне кажется, этот тезис остался с вами, может быть, где-то со мной, с другими людьми, еще с восприятием новой России, которая была в 90-е и в нулевые. В России новой в нулевые, когда активно путешествовал Аркадий Новиков, назовем это так, тогда было что привнести. А сейчас, ну, Москва действительно, и с точки зрения урбанизации, и с точки зрения гастрономии в том числе, она многим прикурить даст. Мои турецкие партнеры, они все время говорят, please, my friend, please, give like Moscow, service like Moscow, food like Moscow, please, please, give me. Вот сейчас я говорю, Дубай, Мекка. Ну, по еде Дубай отстает от Москвы серьезно. Там где-то может Лондон поспорить, там, понятно, какие-то там гастрономические города типа Сан-Себастьяна. Среди мегаполисов, ну, Москва 100% сейчас, если не номер один... То есть у нас, с точки зрения гастрономии, все хорошо, ничего не надо улучшать. Улучшать всегда можно, но 100% не стоит ориентироваться на кого-то. У нас 100% очень высокий уровень. Твой партнер Аркадий Новиков считает, что у нас с сервисом большие проблемы. Аркадий, если вы заметите, он никогда не отвечает, черное или белое. У него все ответы, они примерно такие, ну, да-да-да-да-да. Ну, в принципе, как вы хотите, он вам так и ответит. Вот на его взгляд, может быть, с сервисом есть проблемы. На мой взгляд, у нас проблем с сервисом, она может быть и есть, но то, что мы в топ-3 в мире, это 100%. А кто еще два? Ну, в Лондоне, да, в Англии. Ну, и, наверное, Нью-Йорк, я думаю. Ну, и Токио. В Токио не было, не могу, тогда топ-4. Какие вопросы у вас есть, девушки? Вы заняли, скажем так, резко с ноги в Москве определенную нишу, и мы понимаем, что мы играем за одного и того же потребителя. Опять же, я мы обобщаю тут за рестораторов немножко. Я тут случайно в кителе оказалась. У меня было вообще о вас одно представление. Я еще слушаю, вы мне все больше нравитесь, это не лезть. Очень нравилось. Ну, серьезно, есть определенный образ, который мы транслируем по той или иной причине в социум. И это тот образ, который, собственно, от нас ожидает, и, собственно, это социальная роль, которую мы играем. Все. А сейчас я слушаю, мне становится просто интересно. Вот вы рассказываете про Новикова Аркадия, да, Анатольевича, но есть такой персонаж, как Борис Зарьков, всем нами горячо любимый, но мной, наверное, горячее, чем всеми остальными. Видите ли вы его своим прямым конкурентом, потому что он тоже нацелен на гастрономические модные рестораны или кого-то еще? Я не знаю, Аганезова, например, того же. Я вот, знаете, многих раздражаю. Вот то, что вы, наверное, в социуме. Кто-то не один такой. Да, да, вот вы начали с того, говорите, я о вас там имел другое представление. Сказать слишком пафосно, что я не вижу сейчас каких своих конкурентов, я вот на сегодняшний день, я понимаю, что ресторанами, которые мы перечислили, Ава, Патрики, Луна, Фолк и так далее, за последний год, по уровню шумихи, успеха, ажиотажа и так далее, никто близко ничего подобного не открыл. Агведон Зарькова. Агведон Зарькова вроде говорит, сейчас будет переделываться в какой-то греческий ресторан, я слышал. Поэтому с точки зрения ажиотажа, если сюда еще добавить клуб «Флэйва», если сюда добавить еще и ребрендинг «Старс Кофе», то, в принципе, наверное, могу сказать, что конкурентов на сегодня нет. Но это будет нескромно, потому что, как и в любом спорте, сегодня конкурентов нет, зав могут появиться. Так вот, Боря Зарьков точно не конкурент. Я не говорю, что Боря Зарьков, я такими категориями не рассуждаю. Я рассуждаю такими категориями, что на сегодня, за вот этот год, те проекты, которые я сделал, что этим именно проектом, наверное, с точки зрения ажиотажа, успеха, никто ничего подобного не сделал. Другие участники рынка, дайте их так называть, могут ли они что-то сделать достойно? Конечно, могут. Могут ли новые игроки такими, каким был я там три года назад появиться? Тоже могут. Могут ли что-то сделать успешно? Могут. Но это уже будет в следующей серии. Пока в этой серии я чемпион, я номер один. Борис, конечно, что он серьезный ресторатор. Его рестораны и премии получали, и то, и все. Действительно, у него хороший, качественный ресторан. Что он сделал в следующем году, я не знаю. Что он сделал в этом году, ну, наверное, так все-таки мы сделали более там знаковые проекты. Посмотрим, как это будет. Я могу тоже отметить, слушая вашу беседу, что в целом... Слушая ваши наглые понты. Нет, нет, кстати, вообще неправда совсем. Вот что обычно у рестораторов есть их шефы, да, с которыми они работают, создают проекты и прочее. А у вас такая, получается, коллекция шефов. У вас, то есть, вот все звездные шефы, которые были в разных проектах у разных рестораторов, сейчас все работают, в принципе, с вами. Это о чем говорит? Что он, наверное, хороший парень. То есть, да, поэтому у вас другой подход. Нет, у меня не совсем. У меня всегда комбинированный подход. У меня есть и шефы, которые стали звездными до начала сотрудничества со мной, но у меня есть и свои доморощенные шефы. У меня же те же вот рестораны, там «Медуза», «Колбасница», «Рэдбокс», их же делают не Лосев и Стомин, Чистяков. Там же другие шефы работают. Просто под каждую задачу... Ну, еще у вас Троян и Ковальков появился в коллекции. Да, да, пока... Я же никогда ни одного повара не переманивал. Я не ходил ни к Лосеву с Истомином, я не ходил ни к Трояну, ни к Чистякову. Но так все время складываются обстоятельства в течение буквально там короткого промежутка времени, когда там в течение года я с ними со всеми как-то договорился. Опять же, ни одного из них не переманил. Я даже об этом не думала. Я начала работать консьержем, когда все в Лемаре ходили, да, и такой основной... Основная была кофемания. Вот. А у вас все-таки другой стиль. И он так переключился. Причем свой такой абсолютно. Отличающийся от Лемаре? Нет, конечно. И от Лемаре в том числе. Нет, я хорошо помню, когда все гости ходили в рестораны Тютенькова, потом появились Лаки, все начали ходить в Лаки, а сейчас появились вы, и все ходят к вам. Про Лаки сейчас расскажу. Выйдя из Магадана, выйдя за границей концепции Магадан, колбасный цех, сыроварня и так далее, я хотел сделать что-то модненькое. Я понял, что мне нужен модненький повар. И мы договорились с Гленом Беллисом. Он еще работал у Аганезова, но считался таким как бы пионером модного движа гастрономического. Мы с ним договорились вместе с Аркадием, что сделаем авокадо-квин ресторан на Бронной. И тогда никакого Лаки близко не было. У Глены там накалилась обстановка, с тем его партнером они, значит, стали расходиться. У него его судьба по-разному в России складывалась, в основном его кидали все. И он мне говорит, как ты не против, если я вот еще буду там с другими ребятами, я говорю, конечно, не против делал. Вот мы сделали авокадо-квин, они сделали маргариту, они сделали Лаки, мы сделали номер 13. И вот так мы параллельно с ними развивались. Но они полностью ставку сделали на Глену. У них все рестораны вокруг Глена, поэтому все рестораны плюс-минус похожи. Они все разные, все по-разному называются. Общее ощущение, что это примерно все то же самое, что видели на этой же улице, там, в здании напротив. А я как раз понял, что друг от друга получили все, что можно. Мы с Гленом сделали в общей сложности 4 ресторана, один в Питере, три в Москве. Мы с ним в хороших отношениях, у нас есть действующие бизнесы, где мы партнеры, но больше нового ничего не делаем. И как показала практика, что я сделал ставку на других ребят, а не стал там из него выжимать то, что уже выжили Лаки там вместе со мной два года до этого. Вот это сработало. И поэтому, если говорить про этот год, то мои рестораны, они более заметны, чем те открытия, которые у ребят были. Вот интересно, в какой момент начинается каннибализация собственных проектов? Потому что все равно база гостей, ну она как бы конечная. Плюс-минус, да, если вы там чувствуете, например, веяние моды, являетесь транссеттером и угадываете какое-то течение, есть вот эта, да, история, вот какое количество ресторанов, с вашей, опять же, точки зрения, как управленца, как ресторатора, может... Съесть Москва. Да, может, да, абсолютно верно. Может съесть этот гость таким образом, чтобы ваши собственные рестораны не начали каннибализировать сами себя. Не в рестораторе дело, не в количестве дела, а это дело в том продукте, который создаётся. Когда ты делаешь с одним и тем же шефом, то, конечно, у тебя эта публика устает, потому что она ничего нового не получает. Просто не просто так, мне кажется, что у Лаки Групп начинается вот эта самая история, когда... Всё правильно, да. Нет, потому что они одной и той же публике одно и тоже дают. Чего, нельзя плохо? Мы же неплохо. Мы же как... Я просто хочу, чтобы мы смогли, я ценю. Запеканку хотите. Ценю твое время. А вы есть хотите, да? Да нет, ну это хороший разговор, я уже там везде обозначил. Так, ну запеканка так по запаху вроде хорошая получила. Звездоносный мишленовский повар не может плохую приготовить. Нет, это факт, это я не могу. Зелёный и красный звездой, без прочего. А вы, кстати, уникальный, да, наверное? Зелёный и красный только у вас? Да. А, нет, в России... Нет, 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 ну нет, на самом деле, неправда. В России у нас есть ещё братьев Березуцких, но мне кажется, это неплохое соседство. Впервые в России я слушаю интервью российского человека и провожу аналогию с Андре Баласом. Вы знаете, кто это? Андре Балас – это создатель культовых отелей Children's Firehouse в Лондоне, в которой в ресторан ходят все селебрити с культовыми пончиками, с крабом там и так далее. Нам знаете, что надо? Нам надо для нашей беседы какого-то всё-таки перца добавить. У нас она слишком комплиментарна во все стороны. У нас новый стиль работы, уже негативный. Я обложил аккуратно, заметьте, без оскорблений. Могли ли мы в 99-м году с вами мечтать, когда вы открывали или работали в клубе «Птюч», а я был диджеем, что 20 лет спустя обладатель разного цвета звёзд Мишлен будет с вами запеканку готовить? Нет, такого даже нельзя было представить. Да, причём я оценила, на самом деле, вашу поддержку. Спасибо большое, потому что Антон обозначил красную звезду, да? Я зелёная. Вы зелёная. Значит, что здесь? Во-первых, у запеканки всегда вкусная корочка. Во-вторых, запеканка сделана из творога, который поставляет наш сыровар Алексеев. Находится он в пяти минутах от нашего ресторана. Это прям творог буквально сегодняшний. Здесь взбитые сливки, потому что вы не любите сладкое. Здесь две запеканки. Две было разные пожелания. Одному протирать, другому не протирать. Поэтому одна протёртая, другая не протёртая. А сливки, варёная сгущёнка. Вот так голову у этого аллергия, у этого холестерин. А у этого ещё что-то. Хочется, я попробую. Да-да, спасибо, да. Да. Но в детстве всё-таки я сладкую делала. Да-да, но почему запеканка? Это, с одной стороны, простое блюдо, но ко мне регулярно приходят разные повары на дегустацию. Я думаю, вы то же самое проводите у себя в ресторане. Как вам? Как вы набираете поваров? Вы же какое задание им даёте? Я пожарю мясо. У меня нет текучки ноль. А у нас... Вика мой первый сушеф, он со мной 7 лет. Тогда вы, значит, это не видите. Ко мне приходит много разных поваров. А дайте вам дегустацию сделаем. Давайте. Присылают разные там на Инстаграм, посмотрите. Всё супер красиво, там разноцветно, с цветочками, с лепесточками посыпаются. Не могут элементарно мясо пожарить, котлеты сделать, рыбу отварить. Вот самое элементарное сделать не могут. Слушайте, это у меня... Но всё красиво. Тоже любимая история из моего первого отеля. У нас жил гость в посольском номере, всё время постоянный. А и он всегда, когда заселялся, просил, чтобы картошечку ему какая-нибудь горничная пожарила. Потому что у шефов на кухне не получается сделать, пожарить картошку так, как может пожарить простая женщина. Всех заложил. Молодец. Спасибо, конечно. Очень приятно, что высокий уровень откровенности. Ну, они никого не обидели, да? Ну, я бы так не сказал, но нормально. Сегодня в гостях у нас был Антон Пинский, чудесный ресторатор, который в этом году заткнул всех за поездом. Не, ну так нельзя говорить, да? Сегодня в гостях у нас Антон Пинский, один из самых скромных рестораторов этого города. Всё раз. Сегодня был в гостях у нас ресторатор Антон Пинский, один из самых скромных рестораторов этого города. Так я действительно скромный, сейчас надо на меня перекличку сделать. И он действительно скромный. Ему удалось открыть несколько заведений, которые стали одним из самых успешных в этом году в Москве. Спасибо.